В РФ малое предпринимательство пользуется льготами в виде снижения налоговой и административной нагрузки. Целью деятельности субъектов малого бизнеса является прибыль. ООО «Авиапредприятие» «Нимбус», относящийся к категории малых, функционирует на территории Новосибирской области с 1 июня 1992 года под ОКПО 05960199, который занесен в архивы Росстата в качестве главного кода индивидуального предпринимателя. Официальный сайт авиакомпании – «Нимбус». Предприятие зарегистрировано в налоговой службе по указанной области. ООО «Нимбус» располагается в городе Новосибирск на улице Ползунова, дом 21-1. Компания имеет право осуществлять дополнительную деятельность, связанную с ремонтными работами и техобслуживанием аппаратов для совершения полетов в атмосфере или космическом пространстве, с хранением грузов в складских помещениях, комплексом погрузочных и разгрузочных работ. Перевозками пассажиров и грузов, управлением объектами инфраструктуры в области транспорта, испытаниями, исследованиями технического характера, анализом и подтверждением соответствия товарных характеристик стандартам качества, осуществлением содействия активному отдыху людей путем проката и аренды предметов спортнозначения, зрелищной и развлекательной практикой. Авиаперевозчики, в том числе и компания Nimbus, подлежат ежегодной оценке влиятельной британской частной консалтинговой компании Skytracus с последующим определением рейтинга. Цель мероприятия – изучение качества услуг воздушного флота. В опросах участвуют клиенты из 105 стран. Самолет ТВС-2МС расшифровывается это аббревиатура как турбовинтовой самолет, два, члена экипажа, модернизация Сибния. По существующим в РФ правилам регистрация на внутренние рейсы осуществляется при наличии пассажирского билета, который является подтверждением договора между авиакомпанией и пассажиром на воздушную перевозку, паспорта РФ или другого удостоверяющего личность документа, детских документов, при намерении перевезти животное нужна соответствующая документация, провоз багажа осуществляется в соответствии с установленными нормами. Зарегистрироваться на международный рейс можно при наличии авиабилета, загранпаспорта, документации для прохождения таможни, необходимых документов на провоз багажа, особый случай – сопровождение ребенка. В такой ситуации требуется согласие родителей на вывоз ребенка, заверенное нотариусом. Авиакомпании РАЭРО официальный сайт «Полет с посадкой» по разным причинам в некоторых пунктах по пути следования, со стыковкой, тревожит пассажиров. Иногда по разным причинам случаются изменения в расписании рейсов. В этих обстоятельствах заботу о пассажирах берет на себя авиакомпания. Обратите внимание, если в билете указаны начальная точка путешествия и конечная, то ответственность за пассажира во время перелета ложится на перевозчиков. В случае так называемой совместной ответственности компании строго прослеживают все стыковки, все места пересадки. При задержке самолета уполномоченная авиакомпания обязан встретить путешественника и помочь устроиться на другой рейс. Во время ожидания вылета транзитник имеет право на льготное обслуживание. Существует различие между понятиями «пересадка» и «стыковка». В первом случае перелет оформляется на отдельных билетах, перевозчики не поддерживают соглашение на данном маршруте. Пассажир самостоятельно отвечает за свою безопасность, за свой багаж. Он должен продумать все возможные нюансы стыковки в промежутке между рейсами, узнать в аэропорту терминалы, куда прибывает рейс и откуда убывает другой. Учесть расстояние между ними и время на прохождение проверки перед вылетом. Ответственность за опоздание на самолет несет сам пассажир и стоимость неиспользованного билета не возвращается, если правилами бронирования это не предусмотрено. Стыковка подразумевает обслуживание с предоставлением возможности позвонить или сделать сообщение через сайт по электронной сети, если ожидание затягивается на пару часов. Воспользоваться комнатой для пассажиров с детьми до 7-летнего возраста. Получить горячее питание и прохладительные напитки с определенной периодичностью, места в гостинице, транспортных услуг от аэропорта до отеля, сохранность и багажа. Важные советы, при полете с пересадкой обратить внимание на рейсы, в которых временная разница между прилетом, вылетом составляет 2 часа и более из одного воздушного порта. Безопаснее регистрироваться на другой рейс в системе онлайн, за сутки до вылета. Авиакомпания МАУ Официальный сайт в целях безопасности полета правила перевозки требует предъявления при регистрации на рейс багажа, который авиакомпания принимает под свое обязательство. Перевозчик отвечает за его сохранность. Промаркированный груз транспортируется в багажном отделении самолета. В соответствии с нормами бесплатный провоз допускается для маршрута в любом направлении от места регистрации багажа до места назначения или до первой точки остановки на основном маршруте. В отдельных ситуациях действуют нормы провоза грузов, установленные компанией, перевозчиком. Это относится к партнерским соглашениям по совместному использованию рейсов. Относительно провоза детей с 2-летнего до 12-летнего возраста существует аналогичная норма провоза регистрируемого багажа, как и для взрослого пассажирского состава. Для малышей до 2-х лет норма багажа равна 10 кг на одно место. Норма бесплатного провоза регистрируемого багажа составляет одно место весом не более 10 кг суммы и ширина плюс высота плюс длина груза не больше 115 см в любом классе обслуживания. Авиакомпания «Нимбус» располагает парком легких воздушных судов марки ТВС-2МС, это модификация самолета Фан-2, в количестве 5 штук. Это многоцелевой тип самолета. Место дислокации – город Новосибирск. Тариф авиабилетов формируется с учетом расстояния, длины авиамаршрута, времени года, набора конкретных услуг по авиаперевозке. В стоимость билета входит тариф и сборы за услуги аэропорта. Может случиться такое, что пассажир вынужден отменить поездку. Возврат билета иногда проблематичен. Дело в том, что билеты классифицируются как возвратные и невозвратные, то есть которые можно вернуть в кассу или нельзя это сделать. Приобретая билет, нужно ознакомиться с правилами возвратности документа на проезд, чтобы не платить штрафы. Возврату не подлежат безбагажные билеты. Авиапассажирами часто бывают дети, учитывая психологию которых, персонал авиалиний старательно готовит каждый перелет, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в необычной обстановке. На продолжительных рейсах обеспечивается питание в любое время. Меню стараются разнообразить. Учитывается разница между эконом-классом и бизнес-классом. Стандартный набор включает закуски, основное блюдо и сладкое. Подробности о предприятии можно узнать через интернет-портал авиакомпания «Нимбус». В современных условиях смогла сохранить и модернизировать в лучших традициях модель самолета, служившего в сельскохозяйственной авиации советской страны. Восстановленная техника продолжает служить народу.